Американский писатель и журналист Хамброс Бирс как-то сказал, что корпорация это остроумное изобретение для получения личной прибыли без личной ответственности. Разумеется, это правило работает не всегда и порой отвечать за сговоры на рынке все же приходится. К примеру, только за год работы горячей линии по ценам возбуждено 75 дел и взыскано 3 миллиона рублей штрафа. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба. По данным статистики ФАС за год поступило более 8800 жалоб. Более всего недовольны ценами были жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга. На третьем месте Краснодарский край. Больше всего недовольство вызвал рост цен на молоко и молочные продукты, сахар, овощи, фрукты и мясо птицы. Разумеется, 3 миллиона рублей и 75 рассмотренных в суде дел – это капля в море. А вот тех же нефтяников ФАС уже десяток лет побороть не может. Бензин в Самаре, кстати, подорожал чуть ли не на рубль. Клиенты Форекс-дилеров смогут получить до 100% возмещения в случае банкротства брокера. Проект указания о порядке формирования компенсационного фонда для участников рынка Форекс опубликован сегодня на сайте Центробанка. Согласно документу, клиенты, пострадавшие в результате банкротства Форекс-дилеры, должны получить возмещение в полном объеме, независимо от того, сколько средств на данный момент находится в фонде. Ожидается, что правило начнет работать уже с 1 октября. Минимальный размер взноса установлен законом на уровне 2 миллиона рублей. Между прочим, рынок Форекс в нашей стране практически никак не регулируется. И этим пользуются многочисленные мошенники, создающие подставные брокерские фирмы. Так что 40 раз подумайте и проверьте своего брокера, прежде чем отправляться торговать на Форекс. В этом году курорты Крыма посетило на 20% больше туристов, чем в прошлом. И совсем скоро счет перевалит за 3 миллиона. Так что пожарные, милиции и фотографы Крыма ищут трехмиллионного туриста. Где именно в Крыму он будет отдыхать, неизвестно. Пока же информация такова. В Ялте остановились 38% туристов, в Алуште – 14%, в Евпатории – 13%, в Феодосии – 9% и 6% в городе Саки. Заполняемость крымских гостиниц составляет 69%, а еженедельно на полуостров прибывают около 300 тысяч туристов. Кстати, двухмиллионный турист прибыл в Крым 15 июля. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ снизился до отметки 1705 пунктов. Негативную динамику показали акции НМТП, Мегафона, ОГК-2, Сургутнефтегаза, Сбербанка, Московской биржи, Газпромнефти, Ростелекома, Преф и Мечила и АФК-система. Растут против рынка РДР Русала, Бумаги ТМК, Распадская, ВСМПО Ависмо, Башнефти и Эон Россия. Перед открытием торгов понедельника сложился негативный внешний фон. Американские индексы в пятницу показали небольшой рост. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на незначительные 0,05%. Азиатские индексы с утра торгуются преимущественно на отрицательной стороне, испытывая давление со стороны опасений по замедлению экономики Китая. Нефтяные фьючерсы опустились ниже 49 долларов за баррель на ожиданиях избытка сырья на рынке. Курс доллара на 17 августа 64,93 рубля, курс евро 72,36 рубля, золото стоит 2331 рубля за грамм, серебро стоит 32,46 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 48,97 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Субтитры сделал DimaTorzok